а она сказала что типа она через венкеля призрак этот он действительно существовал но только да это все правда то есть каким то образом это трудно объяснить в принципе это вполне возможно я всегда был с ней рядом неужели это плохо влюбиться в тебя да нет неплохо правда эхе-хе тогда решено с этой секунды братик и я возлюблены и дя э не успел я спросить как кока вновь запрыгнула в мои объятия она обнимает меня в полную силу видимо антитела во время гибернации сделали свое дело как бы там ни было я рад мое сердце преисполнено волнами счастья теперь такеши будите наконец настала очередь открыть модуль такеши я вернул тело хакута потому что хочу чтобы произошло счастливое воссоединение отца сына хакута открыл модуль такеши па 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 просыпайся па пачка сейчас проснется да ух внезапно такеши раскрыл свои глаза где это сбитый стопы сбитый столк он посмотрел по сторонам не знает что он 17 лет про спал затем открыл глаза и вытаращился на стену смотрового зала затем такеши задержал дыхание словно что то понял но и заглянул взглянул на хакута значит ты есть тот самый хакута да это я папа 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 как я по тебе скучал папа папа заплакал как маленький ребенок хакута утопил свое лицо в груди такеши кстати а их же по идее все таки подводную лодку какую-то не должны к ним пригнать но южи он же сказал юни спасать до 2034 года но после спасать то можно как будто утопил свое лицо в груди такеши а чуток погоди хакута такеши оттолкнул хакута тише тише не ну 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 таки же похлопал хакута по спине э такеши приподнялся и вытянул ноги из модуля к нему бросилась коко таки пион коко запрыгнула на такеши и обняла его ого коко похоже тебе стало гораздо лучше угу у меня ничегошеньки не болит здорово супер похоже наш маленький план удался я так рад я так рад папа папа хакута запрыгнул на такеши обнял его точь в точь как коко эй стоять такеши силой отодрал его от себя почему мне нельзя обнять тебя прежде чем ответить на этот вопрос я хочу кое о чем спросить тебя чего как долго я был в спячке день два или неужели я проспал целую неделю ну блин если у тебя такой взрослый сын сколько ты блин проспал и а коко все знает и судя по вашей реакции чуть больше недели до не бойся тугуми не постарела месяц три месяца ты дебил такие же ну блин какой же ты дебил да вы шутите то есть вы что хотите сказать что я проспал полгода но он продолжает петросянить хакута и коко закрыл глаза покачали головами сегодня воскресенье 7 мая последний день каникул хе-хе ха-ха-ха-ха эхе-хе вы меня чертовски напугали значит я спал всего каких-то пару тройку часиков да ну конечно конечно хакута и коко переглянулись кивнули и сказали папа только не паникуй ладно успокойся и выслушай ну ты же видишь здесь есть твой сын которому дохренище лет как он по-твоему сюда попал если или переместился или уже вырос по правде говоря таки пен ты спал целых с 17 лет чуток погодят а ну не бойся ты не бойся и без их а рука насела в миниатюрную субмарину чтобы забрать нас из бассейна в айбеев внутри мини подлодки она чехвостила хакута реально завидую такеши ты наверное спятил если решил нырнуть в океан таким способом подумать только на целых 119 метров ну да папку обогнал хакута разве ты не знаешь в этом мире есть такая хорошая и безопасная штука для глубоководных погружений под названием подводка почему ты мне ничего не сказал ты придурок полный идиот самый большой кретин за всю историю человечества наверное это у вас семейно по отцовской линии точно ну да она продолжает придираться к бедняге пока подводка не всплыла на поверхность наверняка хакута сейчас думает так ведь это не я решил прыгнуть в океан облик винкель который обо всем этом не знал все это время такеши по-прежнему не мог поверить что спас спал целых 17 лет и неважно сколько мы не пытались объяснить он не хотел нас слушать следовательно он до сих пор не верит что хакута и правда его сын круто а с а мамка где то есть нужно всех с коко с цугуми с сарой и хакута из такеши всем да вообще с всем нужно сфоткаться такеши коко хакута и пипе идут дружной толпой доброе утро теперь нужно сугуми она наверное удивиться что встретила такеши все таки она как монашка дождалась своего возлюбленного да какие замечательные слова от них мне хочется встать и как следует потрудиться уву еще бы а теперь коко доброе утро таки пен ага доброе утро коко а теперь я доброе утро папа доброе утро сын сын что за бред я несу у тебя и дочь есть эй хватит приписывать не новых детей киев это знаешь ли нечего было сувать много свое хозяйство куда попало или надо пользоваться презервативом было то есть что у меня двое детей в моем то возрасте ну да и нравится тебе или нет но это правда я коко я хакута ха 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 хе 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 слушая их задорный смех я подумал пора мне туда откуда я прибыл постепенно исчезая я слышу за собой лишь их счастливые голоса эй таки пион таки пион а это бликвинкель уходит а у коко ты на наверное не поверишь новый братик братик угу он мой брат и в то же время мой парень капец и рад за тебя гав гав да брат и парень в общем вообще любят ну это я не знаю в общем отличные писатели в общем есть конечно места которые мне не понравились но это эпично это просто самое эпичное пожалуй даже эпичнее бесконечное лето раза в три сюжете здесь но именно если дойти до конца пройти все руты и так далее но без этого то есть без последнего рута все это не имеет смысла эй папа папа я просил не называть меня папой тогда папочка а так тем более почему ты же сам просил называть себя папочкой просто само вырвалось гав гав эй таки пион таки пион чего пул пупу капу пупу капу что за ерунда ну да эй папа папа чего тебе чё отводиться таки пио хватит ковергать мою кликуку Коко представляет, если бы Коко было огромным чудищем Гру, я монстр, бу-гу Я такая страшная, всех уничтожу, гру И что, всё? Сын моего деда, сын моей бабки Что за хрень? Хакутан представляет, если бы я был 12-классником Раз уж я поступил в 12 класс, постараюсь не забыть захватить школьные принадлежности Раз уж я постоянно забываю свой транспортир, постараюсь не забыть его Это не смешно, и не вздумая впредь его забывать, слышишь? Гау-гау-гау-гау, что за бред они несут? Опять какая-то бредядина тут Что на этот раз Пипи? А вул? Да ну хватит! А вулкать там и так далее, уже с Цугуми давайте встречаться Ну блин, опять забыл Такипён, такипён! Чего ещё? В червячка хочу, в червячка хочу Блин, он сейчас тебе своего червячка засунет куда-нибудь В червячка хочу Делай, 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 хоть вечно, мне пофиг Папа, мама, теперь я что, оба? Что, блин? Не знаешь, что говорить, молчи Гав-гав, гав-гав Ну что, опять выть будешь? Гав Надо же, надо же, на этот раз короче, хоть что-то новенькое Такипён, такипён Да ну, задолбали, мне надоело это читать Уже не так весело Ну что ещё? Пу-ка-пу-ка-пу Ты повторяешься Слушая счастливые голоса, я решил удалиться Эй, погоди минутку, братик Э? Я увижу тебя снова? Нет, я знаю, наверняка мы встретимся, что бы ни случилось Коко верит в тебя, потому что это так Коко и братик – солнечные люди, поэтому И мы можем воспользоваться нашей силой Хорошо, так что и ты тоже верь в меня Мир Коко и мир братика соединены Наши два мира станут одним целым А на их пересечении перспектива Коко всегда-всегда будет с тобой, братик Ну что же, увидимся Братик А, вверх ногами, наверное Блин Да, вверх ногами Короче, я, наверное, переломил традиционно Уже потрачу на это время Музыка Тааа Valus Бролях rane Таааah Бролях Таааа Блин, надеюсь А, вон Тааааааааааааааааааа В общем, просто слушайте, смотрите. А потом я свои комментарии еще скажу, наверное. Ой, я пропустил случайно, извините. Блин, ну и можно повторно посмотреть, в принципе. Может, я даже вырежу это и, короче, вставлю ролик отдельно. Ну и потом соединю, в общем, сделаю как-то. 7 мая 2034 года, воскресенье. Время 11.17 утра. Что еще не конец? Куронаре Токеши. Я нахожусь посреди лазурного мира. Возвращаясь на материк, водки нет никого, кроме нас. Я, Хакута Цугуми, Юбисей, Харукана, Сора, Коку, Кабураки, Чами, Пипи. Ах, да, и две девушки, которых зовут Танако, Юбисей, Акикана и Мацунагасара. Итого 9 человек и двое четвероногие. Я чуточку отошел от остальных и склонился через перила паубы, чтобы взглянуть на раскинувшиеся передо мной бескрайние морские просторы. Майское солнце ярко искрится на волнах. В вышине раскинулось чистое голубое небо. Свежее и девственное оно выглядит настолько ярким, будто вот-вот прольется на землю. Эта картина отражается в моих глазах. Линия горизонта, раскинувшаяся вдоль океана, очерчивает его от океана воздушного. Так спокойно, пробормотал я. Морские чайки проделывают в воздухе красивые пируэты, а ветер ласково их сносит. Бриз, наполненный запахом океана, нежно обдувает мою кожу. Так мирно. Это похоже на сон. Все, что я сейчас вижу перед собой, точь-в-точь, как шесть дней назад. Шесть дней назад. Для меня это просто шесть дней. Не прошло и недели. С тех пор, как я отстал от своих друзей. И в конечном итоге в одиночестве куколол вау-лифт. Но переживайте нелегкие шесть дней меня перенесло на семнадцать лет в будущее. И у него появились дети, жена и куча всего остального. У меня какие-то какие-то другие. Эй, папа, папа. Папа, папа. Я узнал, что у меня шестнадцатилетняя дочь и сын. Это же сон. Да, точно, я, наверное, сплю. Если не сплю, значит, это какой-то кошмарный лук. Эй, папочка. Девочка по имени Сара подтянулась поближе ко мне. Она одета в униформу старшеклассницы, которой я никогда раньше не видел. Унезапно она прижалась ко мне и прильнула своей щечкой к моей руке. Вот, смотри, смотри сюда. Я долго-долго наблюдал за тобой с самого детства. Сара вытащила из карманок вон зеркало. С зеркальной стороны ничего нет. Но, правда-правда. Хоть я ничего и не понял, но это здорово. Так он не заразился этим тьюром, потому что не видит вот этого. А может, он еще просто не успел его ассимилировать, вот этот тьюром. Надо же, как ты подросла. С этими словами я погладил ее волосы. Раз уж я зашел так далеко, так ты же ее еще не видел, как ты подросла. То есть, сдерживаться дальше смысла нет. Тем более, это же просто сон. И если у меня такая лапочка-дочка, то какая разница? Ну да. Четыре сыночка и лапочка-дочка. Пока я размышлял... А, папа, нечестно. А мне продолжаешь говорить, не зови меня папой. Почему это, Саре, все дозволено? Эй, папа, папа. Я хочу сходить с тобой в деревню Сюрикенов. Де Гозару. Хм, в деревню Сюрикенов? Почему бы Де Гозару и нет? Звучит Де Гозару манчиво. Мимим. Что запрета не несут? Ну, по-японски я так помню. Эй, кончай меня игнорировать. Почему только слова Сары доходят от твоих ушей? Почему ты делаешь вид, будто я пустое место? Эй, так почему папа? Да нет, никто тебя не игнорирует. Просто я не хочу отвечать на такие вопросы. Какие такие? Такие. Я не отвечаю на глупые вопросы. Камачи Цугуми. Я не отвечаю на глупые вопросы. Издалека я слышу его слова. Те самые слова, что я говорил 18 лет назад. Чтобы... Мы чё за Цугуми? Ну, офигеть. Чтобы защититься от сильного майского солнца, я сижу внутри каюты. Ну да. Она как вампирус. Через иллюминатор я наблюдаю за ними тремя. Такие же стоят на палубе у перил, болтая с двумя детьми. Я не отвечаю на глупые вопросы. Да. Вот почему, когда бы и о чём бы он меня не спрашивал, я молчала. Я о стольком хотел поговорить. Хотела рассказать о каждом дне, что прошли за эти долгие 15 лет. Но сейчас наблюдать, как он невинно заправляется с детьми, важнее любых слов. Ну да. Потому что всё, что было до этого, самого момента, не имеет значения. Он здесь прямо передо мной, мои дети тоже. Больше мне нечего желать. Я обрела счастье, я погрузилась. В него утонуло, в него пьянило. А, от счастья. А я думал, она не могла в него погрузиться, потому что у него члены. Вот как я себя чувствую. То есть, она целую. Кажется, все дни скорби и печали я пережила ради того, чтобы встретить этот день, этот радостный момент. Как будто и Сара прыгают на него с обеих сторон. И как бы тот не пытался их скинуть, тесло на два маленьких клеща, крепко держат его. Я машинально поглаживаю чами, тот, что сидит у меня на плече, пока наблюдаю за ним, Куронари Такеша. Так живи. Пока ты жива, живи. Не волнуйся. Я, я не умру. И он правду сказал. Он не пиздобол. Оказался. С этими словами он выпрыгнул из нашего такси, глупый. Глупый. Но он сдержал свое обещание. Поэтому я должна кое-что ему сказать. Выйдя наружу, напялив на себя противорадиационный скафандр. Нифига себе. Я... Я подошла к месту, где он стоит. Почему-то мои ноги подкашиваются, а сердце бьется так быстро, будто вот-вот взорвется. Стараясь, чтобы он не заметил мое тяжкое дыхание, я подошла и встала перед ним. Такеши, здравствуй. Ну нифига себе, теперь мы еще и... Это я так понял, в эту новеллу еще и женщины играют. Ну потому что иначе смысл. Я не буду представлять себе эту луну, потому что... Это значит представить, что Такеши тебя трахает. А я сам хочу лучше быть Такеши. Внезапно он прижал меня к себе. Обнял своими сильными руками и крепкой грудью. Мое тело окутано в жар, от которого я вот-вот растаю. На мгновение даже сердце замерло. Да, вот и я, Цугуми. Прости, что задержался. Прошептал он. А знаешь... Ты просто лапочка. Э, э, да ладно тебе. Ну что я могу поделать? Ты восхитительное создание. Да что на тебя нашло? Ты милашка из милашек, я бы тебя съел. Нет, не кусай ее. Еще чего не хватало. Перестань, чего ты это, друг? Угу, ты просто очаровашка. Вот почему тебя зовут Чами, какой словно их... А, он про... Про Чами. Э, молодец, Токеши. Я сила оторвалась от его груди. Глаза Токеши глядят на мое плечо. Я оглянулась, чтобы понять, на что они калятся. На Чами. Который, кстати, тоже живет из-за того, что он под Кюром. Двумя передними лапками Чами усердно умывается. Ну, Токеши придурок. На Гасара. Токеши придурок! Залопила мама. Затем развернулась и пошла обратно в каюту, виляя хвостом. Она повернулась столь неожиданно, что Чами, сидевший на ее плече, потерял равновесие и свалился на палубу. Ой, Целуми, что на тебя нашел? Папа побежал следом. Бах, трак, бабах, пряг, мяк. Раздалась серия звуков порядком напоминающих траку. Взглянул в эллиминатор я вижу, как мама бешено размахивает головой от своего костюма. Она одета в лемура лесоподобную обезьяну, чтобы не получить солнечный ожог. А-а-а-а-а... Это она ударила! Такеши! Летит, я не знаю, в общем, кого. По-моему, Такеши, да. Когда он только пришел, то есть, его удалил этот лемур. И тогда они впервые познакомились, если он же погнался за лемуром, а потом она типа разделась и спросила его, почему ты меня преследуешь. Вот я так и подумал, в принципе. А этот Хакута или Кит, по-моему, Кит. В общем, Кит, он потом одел этого лесоподобную полисицу. И вот зачем она это одела. То есть, все проясняется до сих пор. Я вижу со спины папу, пока тот безутешно пытается ее успокоить. Хакута и я переглянулись и неистово расхохотались. А Чами? Он, как ни в чем не бывало, продолжает умываться. Я присела, чтобы взять Чами на руки и снова встала. Блин, говорит, я присела для меня? Потому что я буду. Мама уже успела рассказать мне о тяжелой судьбе этого хомяка. Когда я думаю, что Чами прошел через те же огонь, воду и медные трубы, что и мы, на душе так тепло. Своей ладонью я ощущаю юбиление его крокотного сердечка. Тук-тук, едва заметная, но постоянная. Это понятно и бесово, но я сказала сама себе, Чами живет полнокровной жизнью. Эй, братик, как думаешь, что с нами будет? Ты о чем? О лейблихах. А что если лейблих придут за нами? Все в порядке, Сара, не волнуйся, ладно? Юхару. Похоже, она разобралась с этими лейблихами. Кто-то заговорил с нами. Видимо, они использовали, наверное, как раз Юхару для своих экспериментов. Ну, она ж типа научный работник. Кто-то заговорил с нами. Оглянувшись, я увидела... Ой, Няку, подружка, то есть, эм... Доктор Танака Юбисей Харукана, правильно? Хе-хе-хе, Няку. Она ж ее Няку называет. Действительно. Что маму, что дочку. Доктор Танака слегка кивнула. Как будто спросил ее. Все будет в порядке, но почему? А вот почему. С этими словами она вынула газету, торчащую из ее кармана, и передала моему брату. Может, она теперь главная в лейблих? То есть, она может, гендиректор этой корпорации? Он раскрыл ее. Я устроилась у его плеча и взглянула на заголовок первой полосы. Лейблих фарма-сютиков, соответственный за эпидемию вируса Тифбуау? А, она просто типа рассказала об этом все. Неотложное расследование через пару дней. Установлено, что вирус Тифбуау, опустошивший планету в 2017 году, разработан франкфуртским фармацевтическим гигантом лейблих фарма-сютиков. Эта информация была получена несколькими днями ранее из достоверного источника, работающего в японско-немецком подразделении заведующим исследовательской лабораторией. Пробужденный этими заявлениями департамент полиции метрополиса был вынужден начать уголовное расследование, внимание которого сосредоточено как на главных офисах лейблих, так и на исследовательских лабораториях. Некоторое время лейблих фарма-сютиков проводили исследования и разработку ТБ с целью создания биологического оружия. Утечка вируса произошла в их исследовательской лаборатории в районе 1 мая 2017 года. Согласно достоверному источнику, они не только постарались сокрыть происшествие, но и в строжайшей тайне без разрешения Министерства здравоохранения продолжили разработку ТБ. Местонахождение исследовательской лаборатории уточняется. Относительно лейблих входит множество слухов, включая, что они племени нескольких случайных людей проводили над своими пленниками опыты. Эти сведения также уточняются. Но здесь я не угадал, в принципе. А я-то думал, что она возгладывается в эту лабораторию и больше не будет исследовать такие гадкие вещи, а будет что-то хорошее. Чтобы полностью раскрыть все факты, скрывающиеся за этими заявлениями департамент полиции и митрополиса, затребовав сотрудничество авторитетных людей в Германии, где расположен головной ловкость лейблих. У лейблих везде свои люди, особенно в сфере национальной политики. Так что выбить у них почву из-под ног было очень тяжело. Но доктор Танако вынула старый маркер и чиркнула им по своей щеке. Значит, этот достоверный источник из лейблих... Да, я... А, ну да, она ж типа подрабатывала. Вообще, я уже давным-давно отправила эту информацию в полиции и прессе. Но за всем этим скрывалось много подковерной борьбы. Потому я сказала им, чтобы не произошло, не давайте делу ходу до 7 мая. То есть, чтобы спасти папу и эту девочку в Коко. Именно так. То есть, сейчас они будут воевать все вместе, спросил Лейблих. Значит, значит... Значит, мы свободны, они больше не придут за нами никогда. Угу. Вот почему я сказала, что больше ни о чем... Ни о чем волноваться. Доктор Танако дружелюбно улыбнулась. И тут... Больше ни о чем волноваться, так как ты смеешь. Мама, ты хоть отдаешь себе отчет, с кем говоришь? Ю. Майо, Майо прошла через все круги ада. А ты, мама, делаешь вид, будто ничего не было. Пойди сюда, мама. На минутку. Надо поговорить. Танако Юбисейха рука. Надо поговорить. Дочь крепко взяла меня за руку и повела в угол паузы. Поговорить о чем? Ты знаешь, о чем, не так ли? Мама, с 2025-го ты стала работать в племму, чтобы заниматься исследованиями третьего глаза. Ну так оно и есть, в принципе. И она нашла этот третий глаз. Это вот этот длинкингер. Нет, на самом деле, чтобы спасти Куронари Такеши и эту девочку по имени Коко. Если так, то почему? Если ты работала в Лиму, то все это время могла найти способ вырвать Майя из лапли. Но ей же надо было, чтобы она попала туда. И чтобы она не знала о том, что спланировано было. Ты могла вернуть Сугуми и ее детей, разы нет? Так почему? Потому что... Я должна была так поступить, чтобы спасти Коко и Коронари. Нельзя было менять ход истории. Потому что я дала клятву в лику Винкелем в 2017-м. Мама, ты мне так ничего и не скажешь? Так всегда, все решаешь сама. Но даже если ты мне не доверяла настолько, чтобы рассказать обо всем, что случилось, ты не должна была так бесстыжно мне лгать. Все эти 18 лет, только я делала, что угала. Да. И мне нечего сказать свое оправдание. Ну, бывает, бывает. Все, хватит с меня уже, я хочу знать все. Ты ведь о многом еще не рассказала, правда? Кто были мои настоящие папа и мама? Вообще-то... Она ее настоящая мама получает. Ответь, прошу тебя. Дело в том, что та вся информация, она написана как раз... А вот это вот, та Юбисей Харукани. А у Аки Каны просто нету папы. А мама ее вот это вот, Харукани. Ответь, прошу тебя. Я не возражаю. Я рассказала ей об ее отце, ее Ичи и маме Юки. Ну, ее Ичи это типа такой. Не тот, который сперму пожертвовал, а просто ученый. Я рассказала ей правду всю до последней капли. 6 мая 2017-го. Когда у Пока проявили симптомы Тив-Блау, мы все спустились в исследовательскую лабораторию Айбея. Пока Куронари, Кабураки и Цугуми осматривали лабораторию, я оставалась в смотровом зале. Пока и ученые лежали в капсулевидных модулях. Ученый, что пытался оставаться в сознании, пока вирус убивал его тело, сказал мне. Ю, я и не мечтал, что мы встретимся в таком месте. Да, именно, это был мой отец. Т-Игрик, Данако Юичи. Ааа, я понял. То есть вот это вот, Коко, это дочка вот этого вот Данако Юичи, да? И твой отец почему-то он одновременно был. Ну, твой он приемный отец. Ну, там написано, что типа Т-Игрик подписывался. Лежа в агонии, он рассказал мне обо всем, что случилось. 2000 год. Мой отец был главным программистом, ответственным за проект Лимит. Однажды, совершенно случайно, он обнаружил, что Лейбих разрабатывает вирус ТВ. ТВ это сильный вирус, имеющий невероятно высокую вероятность летального исхода в случае заражения. И Лейбих планировали продавать его военным по всему миру. У отца, как ни у кого другого, было острое чувство справедливости. Он потребовал, чтобы компания незамедлительно прекратила разработку вируса. Конечно, они отказали. Тогда отец понял, на каких ублюдков работает. Он взломал пазу данных компании, собрал улики и готовился передать информацию прессе. Но Лейбих узнали обо всем раньше, чем отец мог что-то предпринять. И поставили его в безвыходную ситуацию. Они запугали его, сказал, как только ты сбежишь отсюда, твоя жонушка и до черта умрешь. Случайная катастрофа. Ну, в общем, Путлер типичный. Ну, если вы видите. Немецкие корпорации. Моей матери Юки Лейбих сказали, «Ваш муж пропал после несчастного случая. Когда он делал обход по лему, то поскользнулся и свалился в океан. Мы делаем все возможное и прочесываем близлежащие водные маски. Но его останки все еще не обнаружены. Моя мать им поверила. Это было летом, в первый год моей жены. Наступил 2017 год. Мой отец, что обслуживал компьютерную систему IPF, попал в утечку и в главу. Или это он, короче, точку... Да, это точка не Коко, а Ю. Он об этой точке. А там же было еще Поко. Что с Коко? Мой отец оставался в IPF, потому что беспокоился обо мне. Отец знал, что я работаю в Лему. Мой отец. Прямо у меня на глазах. Пережив одно бедствие за другим, содрогался от боли. И на этом мы, пожалуй, закончим. Продолжим следующие серии. Всем пока, то я Ахрип. До следующих серий. Пока-пока.